Друзья, всем привет! С вами Алиса и Катрея Чудный Тарт. Абсолютно недавно пришел вот такой набор от сайта ResinArt. Называется он набор для рисования эпоксидной смолой ResinArt Box. Давайте посмотрим, что там внутри и как этим всем пользоваться. Упаковка, инструкция, как пользоваться набором, стаканчики маленький и большой, средства защиты, то есть, как я понимаю, здесь на рукавнике и перчатки, сама смола для создания рисунка в технике ResinArt, красители, всплывающая бронза, укровная пленка, трубочки и планшет с внутренней рамкой. На сайте указано довольно-таки много наборов и вы можете выбрать для себя более подходящий по цветовой гамме. Я выбрала вот этот. Итак, в первую очередь, что нам необходимо сделать? Нам нужно защитить рабочую поверхность и себя, то есть, одеть перчатки, фартук. Укровная пленка у меня уже лежит, я на ней часто работаю. Касаемо трубочек. Раздувать эпоксидную смолу по поверхности нашего планшета мы можем как с помощью трубочек, так и с помощью фенов. Либо для эмбоссинга, можно заменить строительным, если у кого есть, либо обычный дорожный фен. То есть, смотря какие эффекты вы хотите получить. Если у вас нет ни того, ни другого, трубочки для этого тоже отлично подойдут. В наборе идет смола с черной этикеткой. Что это значит? В линейке смол от резинарт.ру есть три вида. То есть, самая жидкая с белой этикеткой, средняя с серой этикеткой и самая густая черная. Изот как раз таки для работы в технике резинарт. То есть, таким образом, мы можем контролировать нашу смолу и ее момент растекания по поверхности. В комплекте идет 9 стаканчиков. Четыре из них мы можем совершенно спокойно использовать как подставку под наш планшет. Стаканчики переворачиваем вверх ногами и устанавливаем планшет. Также мы из комплекта достаем салфетки, большой шпатель и 5 маленьких. Как раз таки по количеству наших красителей. Одеваем перчаточки и убираем все лишнее со стола. Перед тем, как приступить к замешанной смолы и ее нанесению на рабочую поверхность, подумайте сразу о том, что вы хотели бы создать. Либо посмотреть какие-то фотографии в интернете, чтобы хоть немного понимать рисунок, который у вас получится, и количество цветов, преобладающих в вашей работе. Очень важно продумать также, в какой стороны вы будете наливать смолу. Для работы со смолой у нас есть 40-60 минут. После этого смола начнет твердеть и контролировать вам будет ее все сложнее. У нас в комплекте сразу идет необходимое количество смолы и отвердителя для данной работы. Мы просто смешиваем в большом стакане содержимое обеих бутылочек. Планшет пока отставим и выливаем. Теперь то же самое с отвердителем. Как вы видите, он более жидкий, чем компонент А, и выливается гораздо быстрее. Теперь нам необходимо смешать два компонента. Смола становится сначала довольно-таки мутной. Когда смола приобретет снова кристальную прозрачность, значит смешали оба компонента очень хорошо. Обычно это уходит 3-5 минут. Чем медленнее вы будете замешивать свою эпоксидную смолу, тем меньше пузырьков воздуха у вас туда попадет. Очень важно нам собрать со всех стенок эпоксидную смолу с отвердителем, поскольку если вы замешаете недостаточно хорошо, два компонента. Какой-то из компонентов как раз-таки останется на стенках и смола ваша не затвердеет. Это один из самых важных моментов в работе с эпоксидной смолой, поэтому уделяйте ему особое внимание. Смола наша замешана, она стала снова прозрачной, но пузырьки естественно есть. Можете не переживать по этому поводу, они совершенно спокойно уйдут после нанесения на планшет и прогрева горелкой. Теперь мы разливаем смолу по стаканчикам и добавляем краситель. Я бы хотела, чтобы больше преобладал у меня в плане цвета данный краситель, то есть морская волна. Какого-то нужно будет выбрать больше, какого-то меньше. Заливаем сначала понемногу, добавить смолу никогда не поздно. В большом стаканчике я смолу также оставлю на всякий случай, если нужно будет добавить какого-то цвета, либо же самой прозрачности. И добавляем всплывающую бронзу, стаканчик с самым маленьким количеством смолы. Открывать баночку нужно очень аккуратно, поскольку порошок летуч. И все перемешиваем тщательно. Смотрите, какая красота! Выглядит очень красиво. Освещение и камера немножко меняют реальный цвет, в жизни он выглядит поярче. Включил дополнительный свет, надеюсь, вам так будет видно гораздо лучше. Для того, чтобы проверить насыщенность порошка и смолы, мы его накидываем на стенки стаканчика и смотрим, подходит ли нам такой уровень насыщенности. Если нет, добавляем еще немножко. Мне подходит. Очень красивый цвет. Добавлю сюда беленького. Класс! До конца перемешивать не буду, пусть останется в таком виде. Теперь коричневый, кофе, черный и белый. Теперь убираем все красители и ставим обратно наш планшет. Смотрите, мы можем воспользоваться двумя вариантами. То есть, первый вариант это заливать поочередно цвета на планшет, либо же воспользоваться техникой грязная заливка, то есть, многие из вас, наверное, слышали dirty pour. То есть, все цвета мы наливаем в один стаканчик и уже разливаем по поверхности нашего планшета. Я не могу воспользоваться первым способом, поскольку я с этим способом работала меньше всего, поэтому для меня он представляет больше интерес. Также я домешала побольше черного и решила смешать краситель кофе и коричневый для получения более сложного оттенка. Теперь, что я хочу сделать? В первую очередь я заливаю черную основу и затем уже поочередно добавляю все цвета. Периодически мы будем сдувать смолу феном. Поехали! В стаканчике я немного черного оставлю на всякий случай. Теперь с помощью поворота холста мы распределяем всю смолу по поверхности. Смотрите, какой насыщенный черный цвет. Добавили всего несколько капель, а он замечательно перекрывает белую основу. В шпателе можно помочь себе там, где смола уже подходит достаточно плохо. В любом случае у нас закроется это все рисунком, поэтому не переживайте по этому поводу. Возвращаем планшет на подставку и теперь добавляем цвета. Теперь я беру фен. Вы можете воспользоваться трубочкой, как я уже говорила. И раздуваем. Обратите внимание, кроме того, что мы раздуваем рисунок, у нас еще и уходят пузырьки, поскольку температура рабочая фена 350 градусов. Меняя наклон фена, вы можете регулировать направление вашей смолы. Теперь можно добавить всплывающую бронзу. Посмотрите, как ложится бронза. Просто потрясающе. Также мы можем немного помочь себе шпателем. И таким образом, добавляя цвета и раздувая, мы формируем наш рисунок. Также еще есть классная фишечка. Хочу с вами ей поделиться. Всплывающие порошки, бронза, серебро, золото, неважно, мы можем раздувать с помощью палочки. То есть немножко берем наш шпатель и посыпаем сверху. И теперь можем подуть. И получается вот такой эффект. Эффект золотой пыли. Также я хочу использовать наш медиум, Catree H Wooden Tarte. Мы просто капаем на пальчики и брызгаем. И получаются красивые ячейки. Лучше это делать, когда смола уже немного подстыла. Тогда эффект будет более виден. Помимо того, что мы залили полностью планшет, у нас осталась еще смола и красители. И можем использовать их в совершенно других изделиях, которые вам хотелось бы создать. Своей же работой, я думаю, я закончила. Теперь закрываем защитной крышечкой, либо контейнером пластиковым. И оставляем на сутки до полного отверждения смолы. Субтитры создавал DimaTorzok